На озере Чебаркуль начались работы по поиску знаменитого Челябинского метеорита. Еще летом местные власти объявили аукцион, предложили желающим поднять болид со дна. На это дело решено было потратить 6 миллионов бюджетных рублей. Один из подрядчиков согласился попасть в историю всего за 1 миллион 600 тысяч. И вот на берегу Чебаркуля выгрузили кучу оборудования. Перед этим просканировали дно водоема и составили его объемную модель на компьютере. По мнению специалистов, космический пришелец размером примерно 90 на 50 сантиметров погряз в 6-метровом слое ила. Учитывая сложность поиска на такой глубине, мы счастливы, что мы точно вышли на один кусок. Потому что некоторые товарищи говорят, что там вообще ничего нет. Тут говорят про космические корабли, про тарелки. Скорее всего, кто-то сканировал, потому что на эхолоте очень красивые формы лежат в форме тарелок. Удава проглотившего слона. Очень классика. Просто жанра. Строители уже собрали понтон, который выдерживает до 6 тонн. На нем смонтируют трубы, по которым из озера будет перекачиваться ил. Яростно копать дно нельзя. Водоем питьевой. Вода не должна быть мутной. С 25 числа мы выйдем на борт. Технически, если мы вышли на объект, с подъемом все просто. Просто применяются методики разные. В зависимости от того, какой он окажется на самом деле массы, какого размера. Вполне возможно, поскольку мы видим только сверху большая глубина, невозможно, что это просто верхушка, он еще вниз куда-то уходит. И тогда, если он окажется, скажем, метра 3-2, до 2 даже длиной, это будет очень, очень технически непросто. Когда же водолазы поднимут болица дна, его передадут МЧС. Но сначала сделают пару фоток на память. Ученые тщательно исследуют камень, а потом навсегда поместят в местный краеведческий музей. Так что, если захотите увидеть Челябинский метеорит, бронируйте билеты в Челябинск. Андрей Абрамов, Дмитрий Батенев, Комсомольская правда, Челябинск.